здравствуйте дорогие друзья с вами павел багрянцев автор канала современного мужчины и в этом видео я бы хотел рассказать о том как же можно зарабатывать в интернете и этот метод о котором я расскажу могут использовать в том числе люди не достигшие совершеннолетия почему решил записать это видео потому что один из моих зрителей оставил под одним видео комментарии с вопросом как можно заработать несовершеннолетнему какие есть вообще варианты и мне сразу захотелось помочь этому человеку и я думаю что та информация которую я расскажу она будет актуальна и полезна для многих потому что я буду делиться той информации как же можно все-таки заработать с помощью интернета несмотря на ваш возраст если вы в принципе умеете обращаться с персональным компьютером а если вы смотрите это видео то сто процентов умеете значит вы это сможете либо у вас возраст может быть совсем юный может быть вы уже зрелом возрасте не принципиально и так я хочу рассказать сегодня вам о двух способах способ первый я бы отметил партнерские программы сейчас в интернете очень много обучающих программ очень много тренинг-центров конечно нужно все время изучать партнерскую программу какая хорошая и какая действительно может принести положительный финансовый баланс но я немножко раскрою эту тему поподробнее и так партнерская программа что это такое это когда идет продажи какого-нибудь тренинга естественно продажи идет через одностраничник либо через подписную страницу где обычно люди оставляют свои контактные данные и у каждого тренинг-центра особенно крупного есть своя партнерская программа человек когда зарегистрируется в этой партнерской программе он дает специально меченную ссылку по каким-то своим ресурсам может быть у него есть свой блог может быть он эту ссылку оставляет в своем профайле вконтакте может быть он пиарит эту ссылку где-то на блогах или форумах а может быть у него есть подписная база не принципиально самое главное чтобы люди эту ссылку увидели чтобы вы их заинтересовали какой-то информации о том что же будет по этой ссылке и зарегистрировались в дальнейшем уже сам автор в чей партнерской программе вы зарегистрировались дальше уже сам автор будет самостоятельно вести работу с этим новым подписчиком и соответственно будет ему предлагать различные продукты для продажи конечно будет бесплатный материал также будет и какие-то платные материалы и если тот человек который пришел по вашей рекомендации в подписную базу к автору что-либо у него купил то вы получаете 50 процентов от продажи собственно не инвестируя особо средств знаний и не тратя время на изготовление инфопродуктов или курсов и сейчас это один из самых распространенных методов заработка но чтобы зарабатывать хорошо нужно конечно изучать партнерские программы какие же бывают самые лучшие и прибыльные потому что сейчас очень много авторов которые предлагают чтобы их партнерские программы продвигали но на самом деле не все они окупаются поэтому прежде чем где-то регистрироваться спросите о том какая конверсия у страницы какая окупаемость сколько приносит один клиент или один подписчик человек который зарегистрировался на эту страницу чем больше вопросов вы зададите тем лучше но чаще всего у более менее нормального автора есть какой-то отдельный сайт или страница посвященной его партнерской программе где все расписано потому что вам нужно быть уверенным что вы сможете заработать и есть два вида партнерской программы конечно видов нам намного больше я просто сейчас хочу вам описать два направления как вы можете работать по партнерской программе и так первое направление это себя и сети вот так себе это пишется можете поискать в интернете это когда вам платят за количество приведенных подписчиков соответственно вы выбираете сервис который нравится именно вам который вам удобен регистрируйтесь там и там перед вами будет целая база авторов которые сами вам предлагают определенную стоимость за каждого приведенного подписчика дальше что вы делаете это берете эту ссылку и ее начинаете распространять и то количество людей которое придет по вашей ссылке собственно столько вы и заработаете допустим если вам за одного человека платят 50 рублей если вы приведете 500 человек сами считаете мне кажется достаточно неплохая прибыль и 100 человек привести достаточно несложно идем дальше есть второе направление это прямая партнерская программа да ну так партнерка напрямую это когда вы регистрируетесь в партнерке у самого автора он вам дает баннеры письма статусы для социальных сетей в общем чем больше информации у вас будет чем больше вам предоставит тем вам будет проще вы можете регистрироваться в множестве партнер пускай на 1 2 5 10 не принципиально со временем вы уже поймете какая партнерская программа приносит вам больше всего прибыли конечно есть платные и бесплатные способы продвижения если вы будете использовать бесплатные способы продвижения например ходить по форумам размещать ссылки писать у себя на стене вконтакте или в какие-то группы это естественно сложнее займет достаточно приличное количество времени но зато вы ничем не рискуете также есть платные методы когда вы покупаете рекламу в различных группах на форумах покупаете баннерное место то здесь вам нужно всегда считать конверсию насколько ваши инвестиции отбиваются но этот метод бывает также себя очень хорошо оправдывает потому что если вы нашли партнерскую программу которая себя окупает и дает хотя бы небольшой плюс то дело за малым просто инвестируйте какое-то количество денег и получите в какой-то мере больше арифметика просто так что пользуйтесь на здоровье также существуют различные партнерки они бывают одноуровневые и двухуровневые одноуровневая партнерка это когда деньги получаете только вы ваши пятьдесят процентов а двухуровневая партнерка это когда вы еще подключаете какого-то партнера под собой соответственно тот партнер получает к примеру 35 процентов от продажи вы за то что его порекомендовали получаете пятнадцать процентов и у вас на двоих в общем пятьдесят процентов автор доволен и вы довольны потому что вы получаете деньги за то что вы еще пригласили партнера это называется двухуровневая партнерка бывает вам платят только с первого заказа точнее с первой покупки клиента бывает партнерки которые платят со второго из третьего тут уж как договоритесь и смотря какого автора вы захотите выбрать вот так вот друзья очень просто о партнерских программах и как вы в любом возрасте можете на них зарабатывать но самое главное что сейчас в интернете очень много информации о том как это делать правильно и чаще всего люди которые размещают эту информацию они тоже всегда предлагают какие-либо партнерские программы так что выбирайте и так это у нас был первый вид заработка как можно заработать в интернете кстати я знаю партнеров которые зарабатывают до трехсот тысяч рублей в месяц представляете естественно это люди уже опытные у них есть понимание как это делать если вы начнете этим заниматься вы сразу поймете какие каналы продвижения работают лучше а какие каналы продвижения работают хуже второй вид заработка какой второй вид заработка я забыл второй вид заработка который тоже очень сильно сейчас прогрессирует, я думаю, вам такое слово знакомо, как фриланс. Фрилансеры — это люди, которые работают удаленно в любой точке мира. Они через интернет выполняют все задания с помощью специальных сервисов, регламентируется эта работа и оплачивается также, предоставляют вам готовое задание, после чего вы платите за конкретный результат. Бывают фрилансеры, которые просят предоплату. Но тут уже как договоритесь, или если вы ищете фрилансера через какой-либо сервис, ну, на каждом сервисе есть также свои условия. Это не принципиально. Первое, что вам нужно сделать, это изучить сервисы, на котором вы будете размещать те услуги, которые вы можете предоставить, или где вы будете искать для себя заказчиков. Ну, например, самые распространенные сервисы — это freelance.ru или workzilla. Поищите, есть еще и другие сервисы, но я сейчас вам рассказал об основных. Итак, как вы можете зарабатывать на фрилансе? Сейчас, вот, допустим, если взять какой-то из сервисов, там порой люди размещают абсолютно разные задания, начиная от того, что нужно зарегистрировать 50 аккаунтов на ютубе, нужно найти какую-то информацию, нужно найти все телефоны автомоек в Санкт-Петербурге, перевести какой-то текст, иногда нужны услуги копирайтера, обработать видео, разместить какую-то информацию в группе, написать что-то в блоге, подготовить статью. Огромное количество заданий, которые может выполнить абсолютно любой человек. Просто тот, кто размещает эти задания, естественно, у него нет времени, и поэтому через сайты фрилансеров он ищет себе исполнителя. Если у вас нету выдающихся навыков, то вы, допустим, можете освоить фотошоп, и потом оказывать услуги, делать какие-то картинки, обрабатывать фотографии в фотошопе, и таким образом вы сможете прилично зарабатывать на фрилансе. Если вы умеете писать статьи, вы можете стать отличным копирайтером, или также писать статьи, но уже для кого-то. Если вы еще совсем молодой, и этих навыков у вас нету, то вести группу ВКонтакте уже сможет каждый. И социальные сети сейчас очень сильно развиваются и прогрессируют, поэтому заведение группы ВКонтакте на самом деле тоже платит приличные деньги. Обработать какое-то видео, ну уж на крайний случай, найти какую-то информацию в интернете вы всегда сможете. И такой труд тоже всегда очень нужен. Поэтому, когда вы регистрируетесь в этом сервисе, вы сразу нажимаете те критерии, которые вы бы могли выполнять. Вы сразу выбираете диапазон задач, которые вы бы хотели выполнять. И если вдруг появляется заказчик на эти задачи, то вам моментально приходит оповещение. И тут уже заказчик выбирает, с кем работать. Поэтому вы можете в первую очередь предложить свою кандидатуру. Приведу пример. Я тоже очень часто обращаюсь к фрилансерам. Они мне делают различные картинки, обрабатывают видео. И когда я узнаю их возраст, я понимаю, что это еще совсем школьники. Просто они хорошо обращаются с компьютером. А у меня на это нет времени. И люди получают приличные деньги, потому что школьники, которые зарабатывают 20-30 по 40 тысяч рублей на фрилансе, мне кажется, это очень хорошее достижение. Но здесь тоже нужен некий опыт, получение определенных навыков. И чем больше у вас навыков, тем больше вы сможете зарабатывать. Но, друзья, это очень простые советы, и они помогут каждому. Главное, хотя бы с чего-то начать. Напишите, пожалуйста, под этим видео, на какую тему вы бы хотели получить в следующем выпуске относительно дополнительного заработка. Конечно, хотелось бы, если бы вы спрашивали преимущественно про заработок в интернете. Здесь я, конечно, знаю не все области, но все-таки что-то вам подскажу. И, в принципе, напишите, интересно ли вам получать следующие похожие видео. Если вам понравилось это видео, ставьте «Мне нравится», поделитесь с вашими друзьями, обязательно подписывайтесь на наш канал «Современного мужчины», чтобы быть в курсе наших следующих видео. С вами был Павел Багрянцев. Всем пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!